Как предприятия могут носить конкретный вклад в реализацию целеустойчивого развития, утвержденных ООН в 2015 году на период с 2015 по 2030 год? Прежде всего необходимо понимать, что эти ЦУР являются отправной точкой, очень важной основой для определения взаимосвязи между предприятиями, обществом и общим благом. Попробую объяснить, что имеется в виду. Сегодня мир предприятий живет все еще под влиянием кризиса 2008-2009 года. Именно тогда был нанесен серьезный удар по корпоративному миру. И все поняли, что экономическая деятельность не может осуществляться, если она не будет соответствовать требованиям времени. А что соответствует требованиям времени? Если посмотреть на те исследования, которые проводились агентством BETC в разных странах, то следует отметить, что сегодня граждане являются потребителями, а потребители являются гражданами. И когда эти потребители что-то покупают, по крайней мере в странах Европейского Союза, они думают о том, как эти продукты соблюдают требования охраны природы, этики, и социальные требования, как они соответствуют ожиданиям общества, имеется в виду экономика замкнутого цикла, и все это строится на обмене, на всеобщем доступе к важнейшим услугам. Это и есть основа общественного мнения и отношений между общественным мнением и предприятиями. Президент одного из крупнейших инвестиционных фондов мира BlackRock в 2018 году написал всем руководителям предприятий письмо, где было сказано, что ни одно предприятие не выживет, если оно не будет учитывать потребности общества. И именно здесь, в этом контексте, следует рассматривать вопрос о целях устойчивого развития. То есть, какие есть связи между предприятием и обществом, и как предприятия могут решать проблемы, связанные с общим благом, в том виде, в каком это общее благо представляет организация мненных наций перед лицом мирового сообщества. Ну, прежде всего, надо сказать, что не все предприятия достигли одинакового уровня зрелости. И здесь надо учитывать буферный эффект или эффект рычага. Если вы возьмете 17 логотипов ЦУР и скажете, я выполняю все задачи, связанные с ЦУР-1 по ЦУР-17, но при этом надо будет учитывать не только цели, сами цели, но и 169 задач этих целей, которые, конечно же, строятся на социальных и экологических аспектах. Как же эти вопросы решаются такой компанией, как Виолия? Ну, прежде всего, естественно, Виолия непосредственно заинтересовалась вопросами ЦУР, потому что речь идет о доступе к основным услугам, к охране природы, речь идет о доступе к пресной воде, к аналиционным сетям, к сбору, переработке бытовых отходов, к доступу к энергии для всех. И именно эти цели, и задачи фигурируют и в ЦУР. Но наше предприятие связано непосредственно и с территориальными аспектами, потому что речь идет о том, чтобы обеспечивать услуги наших клиентов на местах. Виолия играла активную роль и в первой программе ООН в целях развития тысячелетий для сокращенного ЦРТ на период с 2000 по 2015 год. Задача их заключалась в том, чтобы искоренить нищету или, по крайней мере, существенно сократить эту нищету. Виолия здесь занималась непосредственно касающимися ее опросами, а именно доступ к сетям и заснабжения к аналиционным сетям. Но это означает, что в период с 2000 по 2015 год, а именно в этот период осуществляется цель развития тысячелетия, и все это можно доказать, потому что все это проверялось экспертами. Наша компания внесла свой вклад в обеспечение доступа к сетям водоснабжения для 7,5 миллионов человек, а доступа к аналиционным сетям для 3,5 миллионов. В то же время необходимо было понять, что между целями устойчивого развития и целями развития тысячелетия есть определенная разница. Речь идет одновременно о борьбе с бедностью, то есть о программе развития, как говорится официально, и охране природы в том виде, в каком об этом говорилось на саммите в Рио-де-Жанейро в 1992 году, и как об этом напоминалось на саммите в Рио-де-Жанейро в 2012 году, потому что именно там были разработаны цели устойчивого развития. У Виолии были собственные обязательства. Мы взяли 3 обязательства во имя планеты, в глобальном масштабах 3 обязательства, в территориальном масштабах, и 3 обязательства, касающиеся работникам нашего предприятия. Одно из этих обязательств мы оставили открытым, с тем, чтобы четко были цели, задачи и показатели ЦУР. Когда все это было проработано в сентябре 2015 года, мы на трех уровнях стали смотреть, какой вклад можем мы внести в решение этих задач. Прежде всего, речь идет о наших традиционных видах деятельности. Тут есть шестая цель управления сетями водоснабжения, кондиционными сетями для всех. Естественно, есть и седьмая цель, которая касается устойчивого энергоснабжения за счет дешевого электричества на базе восстановления энергоносителей. Ну и, конечно же, нас касается и одиннадцатая цель программы устойчивых городов, партнерами которых является наше предприятие, в частности, потому что одна из задач касалась сбора и обработки отходов. Мы вносили все больший вклад в цели устойчивого развития. И тут есть две важнейших цели. Первое касается инноваций, потому что наше предприятие инновационное предприятие, оно стремится отвечать потребностям нашей планеты. Мы стараемся тратить как можно меньше ресурсов, а для этого необходимо искать инновационные решения. Кроме того, мы говорим об устойчивом потреблении, поскольку Виолия сегодня работает по принципу экономики замкнутого цикла. На долю экономики замкнутого цикла приходится 17-18% ее оборота. И, естественно, мы эти цели учитывали. То есть у нас было пять целей, которые нас касались. Затем мы обратились ко всем действующим лицам за пределами нашего объединения, нашего концерна, к нашим партнерам и спросили, как они себе представляют решение этих задач и достижение цели устойчивого развития. Ну и, конечно же, есть цель 17. Внутри этой цели нет задач, но от нее зависят все остальные цели. То есть все заинтересованные стороны, государства, местные, специальные образования, правительственные организации, предприятия, должны быть усилия для того, чтобы найти оптимальные решения для решения экологических и социальных проблем планеты. Именно в этом заключается ЦУР, и именно этим мы занимаемся на нашем предприятии. Сегодня, как мне кажется, это самое главное, корпоративный сектор меняется буквально на глазах. Корпоративный сектор начинает понимать, что предприятие сможет не только сохранить свою легитимность, но и создать новые активы только в том случае, если будут учитываться социальные требования, экологические требования, учитываться потребности всей планеты, всего населения. Но дальше уже вопрос, как расплинить эти активы между всеми заинтересованными странами. Как разобрать эту цену между всеми заинтересованными странами?